Пенгвинщики мои, поскорее маленько. Господи Божий наш, слава Тебе за Твою заботу о нас, за любовь Твую безмерную, за Голгофский страшный крест, за кровь Твою пролитую, за Твое долготерпение и милосердие благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ, не лишилась и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Я опять Вам немножко скажу, если не намечено у кого, чем заниматься. Значит, Никита с нами. Мы вторым сейчас начнем быстро в велики, чтобы опростать это, послезавтра у нас в костер уже. Лера, иди-ка сюда. Ваня, большой, иди сюда. Вот сюда встань рядышком. Ну, она может быть так. Так, как ты думаешь, кто сильнее из вас? Она. Понятно? А знаете почему? Она больше меня подтягивается. Это больше его подтягивается. Это разве еще о чем-то говорит? Сколько раз ты подтягиваешься? Больше. Ни разу? Нет, почему три раза? Три раза? Да. А ты, это, Арсений, ты же ни одного раза. Я учусь. Ну ты давай встань, Арсений. Я тренируюсь, тренироваться буду. Тренируешься? Я тоже тренируюсь. Сколько раз потянулся? Я с дядь Вовой. А? Я с дядь Вовой тренируюсь. Ну сколько раз поднялся? Да ни разу. Сколько раз она потянулась? Одиннадцать. Одиннадцать раз. Еще хотите? Теперь переведи ее в его рост. Едет одна женщина, водитель. Она возит пассажиров на ликовой машине. Из города в город. Ну и сели три мужика. Ну а дорога это что? А баба водитель. Тут понятно, что у них на уме-то. Сзади едет там одна машина, вторая, третья. И вот они дорогой решили напасть на нее. Один попросился выйти, а в это время ее оттуда выдернули. Ну а дальше случилось то, что никто не ожидал. Она заломила ему руку, как брякнула его через себя, через плечо. Мужик даже не попытался подняться. Она ему выбила дыхание. Второй подошел, она поддыхива ногой, третьему в челюсть. И все, распластались, никого нету. А сзади мужчина говорит, вы в каком клубе занимаетесь? Он ее сразу высчитал. Это будущая чемпионка. Вот как Робертина Лоретти. Он пел в каком-то кабаре незначительном. Нашелся важный человек, музыкант. И он заметил голос его. Как его можно учить? И пластинки раскатились по всему миру. Робертина Лоретти. Подобного Соловья больше мир не знал. Значит, ей нужен хороший тренер. Я вот к чему подговариваюсь. Кто берется тренировать ее? Да, ты сам-то подожди. Никто. Никого поднимают руки. Он самый сильный. Он Ваню завалил. Вот эту. Так. Сколько раз подтягиваешься? Семь. Семь раз. Не годится. У ней может быть тренер, который подтягивается не меньше 15 раз. Она чтобы ориентир держала. Так, кто больше поднимается ее? Я. Кто? Я. Ты? Сколько раз? Вера 14 потянул. Значит, тогда так. Когда она будет тренироваться, ты ей подскажи, как. Ты согласен, чтобы она меня тренировала? Немножко подсказывал тебе. Да. Ну, молодец. Сравись. Вот учитесь. У нас пример. А знаешь? Вот мы, когда садимся за стол, у нас желание напитаться. Трудно, конечно, о ком-то помнить. Я вот гляжу, как кто с собой бывает, что-то где-то орешки тянется. Ты набрал орешков много долбить, которые эти. Ну, от урюка-то. А у другого ни одного. Кто-нибудь делится с другим? Да. Нестор делится со мной. Ну, чтобы вышел. Сказать, вот так вышли, набрали. Кто-то нашел, чтобы из вас не сказал. Ну, их косточек набрали сколько. Давайте вместе сложим. Ну, и разделим на всех, чтобы девочкам досталось. А потом раздать пускай недолго. Я думаю, хорошее предложение. С сегодняшнего дня так и делайте. Главного тут не будет. Совесть ваша, это самый главный учитель. Вот маленький пример, который мы сегодня можем уже получить. У нас нету спора из-за еды. Ни из-за чего. Просто поели. У нас вообще уже разборки кончились. Вам понятно, о чем я рассказываю? А то я еще одну сказку расскажу. Не надо. Ну, ази. Ладно. Так, сегодня чем думаете заниматься? Дайте, когда бить. Вы обещали рассказать, какая ошибка была у девочек, когда они тяпали. Да, да. Когда тяпали? Да. Видите, в чем дело? Я поехал проверить. Я не ожидал ошибки никакой. У меня был только фотоаппарат. Я увидел, они работают все хорошо. И они всю траву рвут, а куст от куста картошка, примерно вот так вот там, ну, квадраты такие. А трава прямо с плашняком, ее даже не видать в картошке где. Почва сухая, и они ее с корнем не могут вырвать. Они отрывают, вот такие будельки остаются у сорняков. А хозяйку я спрашиваю, а где тяпки-то? Да я их унесла, думаю, тяпки ни одной нету. Ну, вот это расстояние-то вот столько-то, вот здесь, вот здесь вот. И вот теперь вот это вот. Я говорю, вам надо только девочкам сказать, чтобы вокруг, там сантиметров там на 20-15. А дальше это расстояние-то не надо. Бывает и не взошла картошка-то вообще вот какое расстояние квадрат. Это тяпка, тяпка она режет прямо под землей. Вчера хозяйка приходила, я тяпки три натащил ей. Она не очень-то была согласна, но я настоял. Она послушалась, принесла. Ну и стали мы так и делать. Осталось не так и много, но еще видно конец где. Наша мама говорила так. Ленивый говорит. Ой, край вывижу. Завтра выжжу. А сегодня лягу отдохну. Ленивый. Я сказал девочкам, давайте до конца дополим. И сразу купаться. Или вы сейчас пойдете отдохнете. Они решили сначала отдохнуть, а потом вернуться. А мы в это время уперлись, ну и решили. Хозяйка, значит, вот Галина Александровна и я. Три тяпки. Решили, давайте добьем до конца, а потом придем. Мы пришли, они на крыльце уже лежат, отдыхают. Там не знаю, может спали маленько. Мы говорим, как лучше сделать. Купаться или пойти дотяпать до конца. Ну они правильный путь делают. Дотяпать. А мы тогда и говорим, а мы уже дотяпали. Мы уже заранее высчитали, мы нашим сестрам принесем радость. Мы говорим, все закончено и идете купаться. Видите, из ничего можно создать радость человеку. Мы уже заранее договорились, как мы этот сценарий поставим. Понятно? Голь на выдумке хитра. Голь это тот человек, у которого ничего нет, он голый. Гол как сокол. И он работает. Тут я посмотрел, как там раздевалка. Далековато. Виктор Николаевич, с пирсом никак нельзя поправиться. Ну хотя бы попытку сделали. Хотя бы ходить туда можно было. Бывает ноги ополоснуть. Ну негде подойти даже. Хотя бы пролет один сделать. Витя, там дроба, там очки принесли. Подумай, братья где-то есть. Они могли бы сделать. Я с Володей, я его никуда не отпускаю. Ну а что тебя разворачивать так? И не шапку. Скорее всю крапиву вырвал, которая около этой раздевалки. А там доска прогнила, убирай, его отремонтировать надо. Это дело будет... Володя, берешься за это? Потом. Ну а кому довериться? Если будет время, вы одинаковый рост там почти. Займитесь пирсом. Где-то подправить. Какие-то уже другие столбушки. Хотя бы два пролета, чтобы было где ноги обмывать. Даже... А то вылазит в ней мутная вода. Давай. Да, немножко хотя бы как вот у деревенских пирс небольшой. Но уже не в муть вот эту. Ну а дальше это что с пирса? С маленького небольшого дела. Там у них глубина сразу. А у нас этого нет. Нам нужно только такой, какой был. Поэтому сделать хотя бы на уровне почти воды, чтобы можно было заходить, ополоснуть ноги. А может быть даже и обкупнуться и вынурнуть на доску. Ну я зато и говорю. А то они, когда купаются, ребятишки, а я на берегу стою, там видно, где иртыш, где опь. Да. Несливаемый. Просто там... Муляка. Есть такой рассказик маленький один. Молодой юноша женился, но теща пригласила в гости и угостила его киселем. Кисель такой вкусный, а он его никогда не ел-то. Ну и дорога идет, я дома-то жене-то расскажу. И кисель-то я говорю, кисель, кисель. Ну и забыл около воды-то шел. Сель, висел. Он не знает, как сказать. А мужик один идет, а он в воде ищет-то потерял-то. А что ты ищешь? Да что ты потерял-то? Да что тут найдешь, который как кисель уже все... Нашел, нашел и побежал домой. Он кисель нашел. Ну все, 7 минут отдыхайте. Спаси Христос. Спасибо, Руслан.